хорошо чтобы на истинно пример тебе не хлебом а вот ну вот скажем овсянку ты ел хоть раз кашу часто ел овсяный хлопья заварил она быстро варится все крупы в одном флаконе вот если допустим овсянка и без хлеба тебе сколько времени надо чтобы на истинно овсянку не ел я говорю не ел никогда в одном флаконе ну все крупы пускай ну не овсянку ну вот жидкую кашу прям сварил что она прям жидкая чуть погуще кефира как сметана сколько тебе надо времени чтобы на истинно да я как-то густую кашу люблю мало ли что ты любишься я тоже густая хранится дольше ну понятно водяне что но тебе времени вот тебе времени не жалко три часа сидеть за столом и у тебя от этого геморрой у тебя от этого гастрит вот кто-то те внушил что надо ее сидеть чамкать чревоугодничать сладострастием дадим заниматься а мне нравится твердо и сказал ну работал игрушек там себя этого без а тебя этого позиции закрепилась много есть да и ты понятно но можно же много съесть быстро а можно много съесть медленно ну в жидком состоянии конечно быстрее быстрее а почему в жидком не есть состояние чтобы быстрее тебя из-за стола выскочил кто мне будет перебирать перебирать ну кашу-то сварил жидкую да и ешь разбавил хлеб кипятком да и ешь побольше тоже кукурузу сварил и и дольше проварил вот она тебе кукурузная каша такая варил варил ее все равно жесткая ну можно же продаются кукурузные каши гречку можно там я не знаю там пшенку сейчас пшенку ты плюс пшенку жидкую это ты можешь сварить я тебе говорю все крупы в одно флаконе ну ты жидкую я отдельно не варю гречку или жидкую жидкую пищу то ты согласен чтобы время у тебя сократилось на прием пищи согласен ну ты же любишь густую перестраивать перестраиваться надо слава тебе господи давай помолимся чтобы господь тебе дал силы изгнать этого беса объедение и чревоугодие и будем перестраиваться с тобой согласен сегодняшнего дня тогда надо и есть как-то четыре раза если помаленьку 24 ничего страшного 24 сегодняшнего дня и начнем все врачи говорят нужно есть мало и по многу чтобы два балла и почаще ой мало и почаще да почаще да я оговорился мало и по многу это понятно что это соответственно болеть или почаще ну там до 6 раз советую так помнится ты говорил про тщательное пережевывание пищи то есть ты считаешь что жидкую пищу все равно нужно жевать советуют воду даже жевать ну чтобы слюноотделение произошло а ты жуешь воду? ну полощу во рту полощу жуешь да? ну полощу во рту ну чтобы как бы она и нагрелась а если воду во рту не пополоскать а так проглотить выпить быстро в стакан да холодная да нет то я тебе говорю сейчас теплую я как бы не корова это корова может ведро выпить а ты человек тебе нужно тебе нужно ее пережевывать да? ну у коровы то там все усвоится а у тебя не усвоится да? так у коровы там другое почаще варенье ну смотри вот миллионы людей она поедет и отрегаться она по новой по новой это жует и потом уже проглатывает там же почаще варенье у коровы другое ну коровы то жвачное животное она постоянно жует чамкает 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 и ты так же корову воду взял и ты чамкаешь чамкаешь а чего ты от коровы отличаешься то же самое такая же скотина она чамкает и ты чамкаешь зачем тебе воду то? тебе зачем воду жевать? то есть вот люди вот которые у нас община 70 человек никто воду не чамкает то есть она у них не усваивается они все зашлакованные почему они не помирают раньше времени никто я воду пью я никогда ее не жую Виктор Андреевич воду не жует Игнаин Тихович воду не жует у нас в общем никто воду не жует ты член нашей общины тебе зачем воду жевать? я смотрел телевизор Елену Малышеву она советует жевать воду и даже воду дурит баба вообще не знаю дурит не дурит ну конечно а ей то что она брякнула а ты теперь по три часа на прием пищи тратишь она же не одна там специалисты же специалисты по вселению бесов а вы христиане и пускаете этих бесов в чревоугодие и в себя не молитесь потому что да там он советует шесть-семь раз в сутки ну а что ж ты шесть-семь раз в сутки не ешь один раз по три часа они советуют одно а ты по другому делаешь все и все на них система питания не отлажена то есть ты как бы Малышева говорит одно а ты делаешь другое ссылаешься на Малышеву у меня система питания не отлажена ну как я могу ну почему у тебя не отлажено ну так такой образ жизни а что мешает тебе ну такой образ жизни ну образ жизни такой ну смотри вот у нас община семьдесят человек все вот трапеза была они и дома так же у нас полчаса поели посуду и все мы успеваем поесть там ну минут пятнадцать-двадцать у нас уходит и в лагерь выгнать тихо не так же ну я тебе про что говорю ну тридцать минут ну я работал грузчиком ну ты в общине у нас привычка объединения привычка объединения ну ты же в общину к нам ты же видишь что никто так этого не делает что ты как белая ворона понимаешь ну вот я про что и говорю как бы я не могу остановиться не можешь остановиться пока голод не утолю или пока по башке кто-нибудь не даст и за стола не выгонит ну то есть ты согласен меняться да так согласен согласен ну как то да перебарывать это ну а как ну вот я как то постом и молитвой сейчас будем молиться об этом и будем вот пост что такое пост ну пост это без животной без животной пищи и как бы помаленьку да ограничения в еде то есть а истинный пост там в библию читаем вообще по три дня люди не пили и не ели у тебя было хоть раз такое было ну я как то вот болел уже в конце семнадцатого года даже захватил этот год ну сильно болел я вообще не питался ну больному человеку больше недели голодал понятно аппетита не было да ну это не пост был это просто больного аппетита он понятно у меня собаки когда болеют они тоже не едят это нормально это никакой не пост пост это когда ты здоровый здоровый не больной и когда ты сознательно себя ущемляешь в еде вот златоуз как учит если ты воровал в прошлой жизни твори милостыню если ты пьян стал ограничивай себя даже в воде ну а если объедался что нужно делать ограничивать питание ограничивать себя в питании вот согласен да согласен я не могу перебороть ну я тебе помогу я тебе помогу а ты мне ну я говорю надо денег скопить челюсть вставлять ну челюсть челюсть то она она для чего она тебе челюсть ну чтоб десны не болели были здоровы ну ты 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 зубами сколько времени будешь тратить на прием пищи с этими зубами долго ну ты сейчас допустим я дам тебе денег ставим через сколько тебе нужно времени будешь чтобы пищу переживать со здоровыми зубами ну со здоровыми полчаса хватит тебе на исти опять же надо это опять же надо пережевывать перебарывать опять же нужно тебе тебе хоть с больными хоть со здоровыми тебе главное слюну выделить ты же в это веришь перебарывать ну перебарывать тебе нужно тебе нужно тебе нужно отречься от той мысли что пища должна быть тщательно пережеванная то есть тебе это это и ты три часа тратишь на прием пищи потому что ты веришь что пища должна быть тщательно пережевана и ты сидишь чам-чам-чам твердая там сухая там жидкая и вот и воду даже чамкаешь то есть тебе это малахова подселила этого беса я же не собак не собака это вот гордыня это переваривается но смотри вот он у тебя бесан тебе это полезность тебя вот давай переваривали давай я сейчас стакан воды принесу стакан воды тебе сейчас принесу стакан воды сколько тебе времени надо чтобы теплой воды не надо сколько ты его будешь пить сейчас я тебе принесу стакан воды эксперимент начнем да я воду я вот сейчас надо посмотреть стакан а зачем ты вот так поставил стакан на стакан раз и все чтобы мошка не залетала а что там в нем ложечка ну смотри раз и она сейчас разобьется да я уже приспособился а ложечка тут зачем ты больше так не делай не дури а вот там на дне то что он такой грязный что ли чистый вот шкаф есть и туда мошка не залетит шкаф закрываешь здесь так больше не ставь наливай воды из графина полстакана вот этот стакан вот графин наливай надеюсь я из графина не буду ты его не полощешь где осадок смотри какой а она вот осадок сверху сейчас ну ладно наливай оттуда взял бы да прополоскал что там осадок осадок это потому что вода она такая из-под крана отмороженная ты не получишь просто ну я говорю половину он полную налил ну давай а эту просфору можно ну просфору да давай мы эксперимент хотели провести но уже сегодня у нас утро сейчас мы просфору съедим со святой водой а потом вот святая вода на наливай в тот стаканчик а вот это вот стакан не надо в ложку но много много не надо помолиться ну давай вот чинаш сущий на небесах да светится имя твое да придет царство твое да будет воля твоя и на земле как на небе хлеб наш насущенный дай на этот день и прости нам долги наши как и мы прощаем долгникам нашим и не введи нас в искушение но избавь нас от лукавого ибо твое есть царство и сила и слава во веки аминь аминь господи иисусе христе сыне божий помилуй нас грешных господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного в виде